Благодарю вас, господин председатель, уважаемый генеральный секретарь, дамы и господа. Мы сегодня проводим заседание по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по палестинскому вопросу. Заседаем мы и ведем дискуссию в поистине драматический момент. Не только соображение большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страдания людей в Палестине. Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока. До сих пор наш Совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, она состоит в позиции Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях. Вызывает оторопь, изворотливость американской дипломатии, которая то витирует резолюции о прекращении огня, то призывает к снижению интенсивности боевых действий в Газе. Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев. Накануне нашего заседания мы предприняли еще одну попытку добиться солидарной реакции Совета на происходящее и предложили проект заявления председателя с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. Однако США и их союзники этот документ тоже заблокировали, подтвердив, по сути дела, что сохранение жизни мирных палестинцев в их приоритеты не входит. Гуманитарные последствия такой политики ужасны. Погибли почти 30 тысяч мирных жителей, в том числе огромное количество женщин и детей. Север Газы практически полностью разрушен и непригоден для жизни. 80% всего населения сектора – это внутренне перемещенные лица. Настоящая человеческая трагедия, конца которой не видно. Угрожающие масштабы приобрел дефицит всего жизненно необходимого. Хотел бы также привлечь ваше внимание к статье в газете «Джерусалемпост» от 5 января этого года, которую написала профессор университета Бен-Гуриона, госпожа Митцан. Она раньше работала координатором Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям. Статья основывается на оценках экспертов-экологов, включая израильских специалистов. Оценки заставляют усомниться, что газа когда-нибудь будет пригодна для жизни после завершения конфликта. В результате бомбардировок почва, грунтовые воды, прибрежная морская акватория, атмосфера уже беспрецедентно загрязнены. Толстым слоем из продуктов взрывов и горения, уничтоженной техники и боеприпасов, химикатов, разлагающейся биомассы, как бы жутко это ни звучало, бытовых отходов и канализационных вод. Исчезли естественные источники питьевой воды. Фактически уничтожена канализационная инфраструктура. И по оценкам, 22% сельскохозяйственных земель газы уже никогда не будут восстановлены. Зафиксировано десятки тысяч случаев диареи, острых респираторных заболеваний, чесотки, кожной сыпи и других болезней. Резко возрос риск эпидемии. Отсутствие гуманитарного доступа признано Всемирной организацией здравоохранения главным препятствием для доставки гуманитарной помощи. В частности, ВОЗ отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора газа всего лишь вот с конца декабря, поскольку соответствующие запросы были отклонены. С целью облегчить страдания жителей газа, Россия, как говорят других стран, направила в сектор сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств, поддерживаем действующих на местах сотрудников ООНовских гуманитарных агентств, которые к большому прискорбию также становятся жертвами войны, включая полторы сотни погибших, о чем недавно говорил генеральный секретарь, охарактеризовав эту цифру как беспрецедентную в истории участия ООН в различных операциях в зонах конфликта. Особую тревогу вызывает муссирование таких отвратительных идей, как насильственное перемещение всех палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах. Следует также немедленно остановить приобретающий массовый характер насилия со стороны Израильской армии и еврейских поселенцев на западном берегу реки Иордан, а также исключить любые попытки подорвать статус-кво иерусалимских святынь. Неспособность нашего Совета к принятию исчерпывающих мер приводит к тому, что нынешнее обострение конфликта в Палестине дало метастазы по всему региону, причем вновь не без пагубного участия Соединенных Штатов и их союзников, чье военное присутствие на Ближнем Востоке, как и в других частях Евразийского континента, создает все новые неприемлемые риски для международной безопасности. Категорически осуждаем ничем не оправданную агрессию против Йемена, предпринятую при ведущей роли Вашингтона и Лондона без санкции Совета безопасности. Эти действия англосаксов представляют собой прямую угрозу международному миру, подрывают миропорядок, основанный не на их правилах, а на верховенстве универсального международного права и на центральной роли объединенных наций. Осуждаем также израильские бомбардировки Сирии, в том числе удары, целями которых декларируются структуры, легально находящиеся в этой стране по приглашению ее законного правительства. Политические убийства должны быть прекращены. Взрывоопасная ситуация и на границе Ливана с Израилем. Очевидно, что односторонние силовые акции лишь усугубляют и без того тяжелые положения дел в регионе. Положение, которое сложилось не сегодня и отражает многолетнюю историю. Речь идет о многократных вторжениях американцев и их сателлитов в независимые государства, которые привели к сотням тысяч погибших в Ираке, разрушению государственности Ливии, к войне в Сирии, огромным потоком беженцев, беспрецедентному всплеску международного терроризма, в том числе на африканском континенте. Россия не приемлет террористические проявления в любых формах. Мы категорически осудили нападение на мирных граждан в Израиле 7 октября 2023 года. В отличие от некоторых западных коллег, которые исповедуют двойные стандарты, мы не делим экстремистов на плохих и хороших, на своих и чужих. Настаиваем на освобождении всех удерживаемых в газе, независимо от их национальности и происхождения. Сегодня все чаще слышим, прежде всего от западных представителей, призывы сосредоточиться не на сегодняшнем, а на завтрашнем, не так называемый, the day after палестино-израильского конфликта. Как будто бы эскалация в газе уже прекратилась, и обстановка там якобы больше не требует внимания Совета. Но лукавая логика западных делегаций очевидна. Заблокировав все столь острые необходимые усилия Совета призвать стороны к прекращению огня, США и их союзники хотят как можно скорее перевернуть эту крайне неудобную для себя страницу, которая делает их соучастниками бойни, развязанной против мирного населения в газе. Хочу подчеркнуть, Совет Безопасности по-прежнему должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня. Иначе нет никакой гарантии, что боевые действия не возобновятся с новой силой. А в отсутствие такой гарантии, равно как и безоговорочном выполнении решений ООН о создании палестинского государства, все разговоры про завтрашний день не только преждевременно, но и беспредметны. И это прекрасно понимают потенциальные доноры, которые могли бы вложиться в будущее восстановления газа. Когда же дело дойдет до рассуждений о параметрах так называемого завтрашнего дня, то принципиальные значения должны иметь следующие факторы. Во-первых, консолидированная воля самого палестинского народа. Палестинцы на протяжении десятилетий, лишенные шанса на государственность, заслужили, чтобы этот вопрос наконец был решен. Первое и главное условие для этого – единство самой палестинской нации. Мы верим, что наши палестинские братья и сестры проявят стратегическую мудрость и откажутся от всех конъюнктурных соображений, междоусобиц, которые препятствуют национальному строительству. Они должны сами решать, как должно выглядеть их будущее государства, кто и как должен им управлять. По-моему, наши западные коллеги называют это демократией. Навязывание решений извне и столь любимый Западом социальный инжиниринг категорически неприемлемо. При этом не менее важно единство позиций всех внешних игроков, которые должны руководствоваться не своими политическими интересами и замыслами в регионе, пытаясь транслировать эти замыслы через те или иные палестинские фракции, а императивом поиска скорейшего решения для многовекового конфликта. Россия внесла свои предложения о путях достижения этой цели. Они могли бы стать важным элементом нового эффективного посреднического механизма, который бы пользовался доверием как палестинцев, так и израильтян. Мы продолжим эту работу. Еще один ключевой фактор – незыблемость двугосударственной формулы Палестино-израильского регулирования и императив ее скорейшей реализации. Нас крайне тревожит заявление израильского руководства, ставящее эту формулу под сомнение. Обращаем внимание и на размытые заявления руководства Государственного департамента США на этот счет. Не хотелось бы, чтобы Вашингтон в очередной раз полагался на свою якобы эффективную, а на деле абсолютно провальную двустороннюю дипломатию, надеясь как-то утрясти перед ноябрьскими выборами выгодные для себя параметры ближневосточного регулирования и совершенно не заботясь о долгосрочных последствиях. Все это мы наблюдали уже много раз. Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных челночных переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчивается все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз. Вашингтон сначала похоронил работу квартета международных посредников, а теперь последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации в рамках Совета Безопасности. Циничную близорукость американского руководства хорошо иллюстрирует высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которое он сделал за неделю до 7 октября, сказав, что Ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении последних двух десятилетий. Коллеги, весь мир ждет, когда вы уже осознаете, я обращаюсь к западным коллегам, когда вы уже осознаете, что ваше упорное пренебрежение многосторонней дипломатии и ее откровенный саботаж раз за разом приводят к трагическим результатам. Для России, как и для подавляющего большинства членов международного сообщества, очевидно, что логику конфронтации в палестинском вопросе можно преодолеть только совместными усилиями, опирающимися прежде всего на интересы государств региона. Именно они должны в конечном счете решать его судьбу. Ростки таких положительных процессов уже наметились. Положено начало нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией при содействии Китая. Восстановлено членство Сирии в Лиге Арабских государств. Налаживается диалог между Дамаском и Анкарой. Задача любого международного посредничества не вмешиваться в эти процессы, не превращать регион в площадку геополитической борьбы, а создавать максимально благоприятные внешние условия для восстановления доверия между расположенными здесь странами. Именно на это нацелены российские инициативы по ближневосточному урегулированию. После купирования острой фазы нынешнего кризиса, которому должен способствовать солидарный призыв Совета безопасности к прекращению огня, мы предлагаем созвать консультации на министерском уровне для консолидации позиций ключевых региональных игроков и выработки на этой основе практических шагов по содействию восстановлению палестинского единства. На следующем этапе будет востребован формат международной конференции по ближневосточному урегулированию, о чем говорили выступавшие для меня многие представители. Цель такой конференции – провозглашение палестинского государства, выработка мер по обеспечению надежной безопасности Израиля и по нормализации его отношений со всеми арабскими и в целом мусульманскими странами. Кстати, с идеей СОЗОВа такой конференции Россия выступила в этом зале, по-моему, 15 лет назад. И надеюсь, что эта идея получит то внимание, которого она заслуживает. На столе остается и более широкая инициатива о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива и в целом на Ближнем Востоке. Система, которая закрепляла бы меры доверия, транспарентности и гарантии равной безопасности для всех стран региона. У России, как вы знаете, есть конкретные предложения, которые мы обсуждаем со всеми заинтересованными странами достаточно давно. Изложенные выше наше видение пути вперед. Но для начала, повторюсь, необходимо добиться немедленного прекращения огня на палестинских территориях. В заключении хотел бы еще раз призвать членов Совета не поддаваться увещеваниям про то, что у Вашингтона якобы все под контролем, что США решают вопросы на земле, и не откладывать в очередной раз до лучших времен вопрос о создании палестинского государства. Важно, чтобы Совет Безопасности не просто переподсвердил безальтернативность существующей международно-правовой базы по данному острейшему вопросу, но и намечил конкретные пути и сроки ее воплощения в жизнь. Это не просто обязательства, вытекающие из резолюции Генассамблеи и Совета Безопасности, из мадридских принципов и других решений. Это моральный долг международного сообщества, и мы призываем его выполнить. Господин председатель, сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинение России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на Вашей совести, хотя, конечно, понимаю, что она многое стерпит. Подчеркну лишь принципиальный момент. Мы не имеем права позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим советом минские договоренности 2015 года, гарантами которых выступали Франция и Германия, впоследствии признавшиеся, что и не думали их выполнять. Нельзя допустить повторения подобных преступных действий, и в отношении палестинского народа. Спасибо.